Друзья, я вас снова приветствую на канале Анатомия Бокса. Несколько слов сегодня я вам скажу по поводу перспективы боксерской карьеры Сергея Ковалева. Ну, начну, собственно, с тех фактов, которые я знаю, и, ну, некое свое заключение в дальнейшем. Поэтому, сразу предупреждаю многие вопросы, которые задают подписчики канала, почему из машины. Ну, собственно говоря, времени не так много свободного. Перед тем, как я еду на тренировку, делаю такие небольшие, если не сказать прогнозы, то небольшие выколотки каких-то моментов, связанных с боксерскими поединками. Итак, три месяца Сергею Ковалеву атлетическая комиссия запретила выступать на ринге. Это стандартная процедура, соответственно, мне надо восстановиться после серьезного поражения. И, как ни крути, все равно определенная травма имеет место быть. Далее, в контракте Сергея Ковалева прописан вопрос о матче-реванше в любое для него удобное время. Соответственно, три месяца, как минимум, должно пройти, прежде чем Сергей Ковалев вернется на ринг. И, как он уже заявил в обращении к фанатам, первое обращение было со словами благодарности, а во втором обращении он уже сказал, что готов реваншировать, готов повторно встретиться с лейдером Альваресом. Ну, здесь, в общем-то, на откуп Сергея это решение мы отдадим. Я не буду никак его комментировать. Несколько слов скажу о мнении его тренера, нового тренера, Аброра Торсенпулатова. Здесь, в общем-то, тренер сказал, что на его взгляд необходимо Сергею завершать карьеру. Он уже многое сделал в боксе. И, наверное, уже нет той мотивации, того здоровья, того желания, тех жизненных сил, которые позволят Сергею доминировать в полтяжелой весовой категории. Вы знаете, я во многом с этим согласен. Уже два падения, они приблизительно одинаковые по своему характеру от Андреа Уорда, уже от лейдера Альвареса. На мой взгляд, потихонечку надо завершать. Какая перспектива? Не могу точно сказать, есть ли сейчас контракт с HBO у Сергея Ковалева, но, наверное, есть смысл ему еще побоксировать в США, если есть такая возможность заработать денег. Я уверен, что и в России он соберет довольно-таки большие залы. Поэтому имя есть, марка есть, надо немножко уже поработать для себя. Наверное, нет смысла тратить здоровье. Хотя Сергей сделал несколько другое заявление. Теперь то, что касается, как я уже сказал, перспективы. Перспективы для Сергея Ковалева. Но, опять-таки, мое мнение, надо постепенно переходить к завершению карьеры. И, в общем-то, своя промоутерская компания определенная есть у Сергея. Я думаю, что определенный бизнес-проект, интернет-магазин и так далее. Вот надо уже, наверное, в коммерческую составляющую переходить и постепенно набирать здесь обороты. Еще несколько слов я хотел сказать о плане на бой, как поделился тренер Сергея. В общем-то, вы помните, я уже в предыдущих интервью, если так можно сказать, говорил о том, что после пятого раунда, когда Сергей неплохо выложился, тренер сказал, что необходимо сделать паузу. Извиняюсь, после четвертого раунда. То есть, план на бой приблизительно был таков. После того, как Сергей подстраивается к сопернику, раунд они неплохо отрабатывают. То есть, Сергей старается один раунд забирать, следующий раунд Сергей отдыхает. То есть, его выносливость Сергея, в принципе, все знали. И тот раунд, который стал, скажем так, критическим, переломным, в общем-то, Сергей, в принципе, его неплохо начал. Но опущенные руки, это как раз элемент, в первую очередь, выносливости, который не позволил Сергею подложить бой. Случайность? Ну, в боксе бывают случайности. Но здесь, скорее, закономерный некий итог. И в том числе боев с Андреа Уордом. Поэтому логический этап, логический финал. Несколько моментов по поводу моих лично прогнозов. Ну, в предыдущем прогнозе, когда я спрогнозировал победу Усика, большинство было на стороне Мурата Гассио. В том числе, Дмитрий Пирог давал прогноз о победе Мурата Гассио. Как-то не очень меня поддержали подписчики. Здесь, в прогнозе, я немножко ошибся. Но до седьмого раунда прогноз мой был довольно-таки правильным. Прогнозы фактически никто не дает на бои. Все почему-то комментируют после. Вот сегодня смотрел, послематчевое, некое выступление Григория Стангрита. Во-первых, мне сложно сказать, как человек, который не боксировал, может таким образом комментировать боксерские поединки. Здесь он начал говорить о том, что после первого попадания Сергей должен был хладнокровно отнестись, продолжить двигаться на дистанции и так далее. И так далее, что он после первого нокдауна не поплыл. Друзья, я скажу, что каждый, кто был в ринге и кто испытывал такое напряжение, такие нокдауны, он совершенно точно скажет, что вы уже мало что понимаете из происходящего. И здесь достаточно сложно проявить хладнокровие, выдержку. Но, собственно, что мы увидели в бою Сергея Ковалева и лейдера Альвареса. Поэтому закономерный итог после вот этого права прямого очень четко, очень точно Сергей уже полностью потерялся. И там фактически он, ну даже не то, что выживал, это вся работа шла на автомате. Поэтому здесь говорить о хладнокровии, о том, что был большой какой-то технический или тренерский просчет, ну, наверное, уже не стоит. Вот. Поэтому вот мое мнение таково. Как я уже и говорил, будут прогнозы на Василия Ломаченко, будут прогнозы на бой Энтони Джошуа, Александра Поветкина. Я изучаю, смотрю бои, привожу факты. Буду осторожнее в своих прогнозах, не буду давать категорические оценки, буду приводить большое количество фактов. Поэтому, если интересно, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Обязательно пишите свои комментарии. Я буду стараться делать, ну, некий обзор и прогнозы на те бои, которые вам интересны. Ну и, конечно, Головкин, Сауль Альварес. Тоже будет обязательно обзор боя. Всем спасибо, удачи!